Первый президент Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго следовать Конституции, гарантировать права и свободы граждан, чтобы добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента СССР. Торжественно клянусь верно. На Ставрополье, в селе Привольном, родился Михаил Сергеевич Горбачев. Семья Горбачевых жила вот в этом доме, построенном еще дедом Михаила Сергеевича, Пантелеем Ефимовичем, организатором первого колхоза в Привольном. А здесь, в доме, построенном уже после войны, пройдут годы юности Миши Горбачева. Привольное. Как много в этом слове. И хлебный степной простор, и лихая казацкая вольница, и ветер в лицо, и нежная прохлада реки Горлык. Что станется с ними? Как судьба сложится этих мальчишек? В одно верится, никогда не забудут они этот край, порог родного дома, не забудут сны, что густо пахнут травами, и тепло земли босоногого детства. Все от того, что эта земля не забывает своих сыновей. Тех, кто в пути далеком жизненном, и кому уже не суждено вернуться сюда никогда. Есть день по весне у нашего народа, день радости и скорби, когда наши сограждане, соотечественники, стар и млад, обнажив душу и сердце, склоняют голову перед подвигом павших героев и славят тех, кто вернулся с победой. Ждала в этот день к себе гостей и Мария Пантелеевна Горбачева, как ждала когда-то первого письма с фронта. Вот четвертый месяц пишу, пишу, никак не допишу. И не знаю о судьбе своего родного района и своей жены Марии Пантелеевны и сына Михаила Сергеевича. Или они погибли от немецких палачей, или где эвакуировались. В общем, дорогие земляки, пишите мне обо всем и пишите на командира части. Дорогие товарищи, вот уже 17 месяцев, как нахожусь в действующей армии, хромлю врага и обязуюсь вам, дорогие земляки, хромить до полного уничтожения. Вот пока все, что я хотел написать вам коротко. А также прошу вас больше поработать в тылу. Когда тыл крепкий, тогда и армия сильна. Пока до свидания. Жму крепко ваши руки. Всему ваш земляк, Горбачев Сергей Андреевич, по званию сержант. А вообще-то потом, рассказывая сыновьям о войне, отец обычно называл себя солдатом, потому что знал, что самое высокое звание на войне – солдат. А вот в дни мирные, учил отец, нет выше звания землепашца – хлебороба, которому испокон веков принадлежали все мужики рода Горбачевского. Вот она и папа, Миша, и мама. Пантелеев Яхимович. Ну что я могу рассказать? Работал он председателем колхоза. Ну, лет 20, наверное, и в своем селе. Ты представляешь теперь, какой он хороший был, че плохой. В своем селе работал. Ну, он очень хороший, тут все люди вам скажут. Не потому что он мой отец, но очень хороший человек. 13 дворов у нас было. Папа – председателем колхоза. Целый день организуя, на ночь поразбеглись. А потом все-таки 13 дворов эти два года работали. Я еще была барышней. Это в 27-м году, а я уже в 29-м замуж еще. И вот из 27-го года у колхозья. В раннем детстве очень важно, кто окажется рядом. Под влиянием деда формировался характер маленького Миши. Люди его любили. Это был глыбальный человек. Он очень любил своего внука. На всю жизнь хватит запаса прочности, заложенного дедом внуку. Страшно его любил. Он первый внук. Он там души не чаял, этого Миша. Трудно работали люди в те первые годы советской власти. А еще труднее жили. Но жили и работали с песней. Ну, какие песни? Пели «Ой, Галя, Галя», под балалайки играли. С отцовского порога они ушли вдвоем. Горбачевы, Михаил и Александр. Сергеевичем они станут позже. Мария Пантелеевна, а сыновья любили петь-то? О, они сейчас Саша сейчас поют. Миша другая песня. А Саша поет. Он приедет, Дмитрий Ильич, на баян, а он на гитару. Всю ночь я закроюсь один. Хватит. Другаясь кричу «хватит». А Михаил Сергеевич, какие любил песни? Ну, «Подмосковные вечера» вот эта его песня. Теперь еще я ее не знаю эту. Чисто то, что не начинать, не кончать. Вот он все и пел. В знакомый мой переулок. Вот забыла все, а знала, что очень не все. Здесь я жив, и тут жив, как-то на песни-то играется. Вот пел он ей тоже. Он много знаю, он много пел. И на балалайке же играли, Михаил Сергеевич? Он на балалайку играл. Хорошо играл, хорошо, очень хорошо. Светилась песня искренностью. Станица знала, у Горбачевых спев. Мы с железным конем все поля обойдем. Вместе со всей страной пели тогда на Ставрополье. И если завтра война пели, верив, что войны не будет. А она пришла. А Миша досталась. Надо косить, ну а ему что, 10 лет, и тачками, вот от Марусина кургана. Я ему скажу, сколько тачек, но ничего накосить. Вот он коси и возит. Такую скерду накосишь. Ну а кто же, я же день в день на работе. Он вот пятый класс, первую четверть находил. Не в чем, верите, не в чем. Он пишет Андреевич, его Сергей Андреевич. Вот любой ценой там разбейся, чтоб Миша ходил в школу. Ну а что я, наклала овец и в Сальске продала. Купила теми же днями за полторы тысячи ботинки военные ему. Что я, да, нет, кухвайку я попорола свою кохту, сделала кухвайку. И пошла до директора, до гетала. Он, говорит, уже с четверть прошла, Мария Пантелеевна. Говорю, он сказал, я нагоню. Ну хорошо, приходи с ним. Ну мы пошли, говорю, Миша, пойдем с тобой, сыном. Пошли. Он, говорит, я даю слово, что я нагоню. И он и нагнал, и грамоту получил. КОНЕЦ Я была на работе, он пришел. Как встретилась. Тут уже приехала, а тут полен двор людей. Вот и встретились. И все. А что ж, плакал и он, и я, и Миша. Как ты думаешь? Ну пахали тогда сутками. Ну вот сутки отпашешь, ночь отпашешь, утром с меня исти. Потерял. Каждый год весенним майским днем собирается вместе однополчане Великой Отечественной. И хотя годы берут свое, да и ряды их поредели, память не стареет. Ну пришел с армии Сергей Андреевич. Ради были, сошлись немножко. Выпили. Нельзя. Посмеялись, ничего, ничего. Посмеялись, порадовались другу. Рассказывал за войну, как война и что. А я говорю, я тут воевал. Я тут воевал. Газета «Ставропольская правда» тогда писала. Начальником агрегата утвержден директор МТС, комбайнер, коммунист Сергей Горбачев. Вместе с ним будет работать опытный комбайнер Яков Яковенко. Штурвальными их сыновья, комсомольцы Михаил Горбачев и Александр Яковенко. Мария Пантелеевна тоже хорошо помнит те времена. Как же я не помню, я на тележке вела. Он работал, это действительно работал. Понесу кушать. Я кушать носила им. Принесла раз. А он под копычкой. Спи. А Миша погнал. Я подошла. Он же сутками косил, не спал никогда. Говорит, а Миша, говорит, пап, вздремни, а я погоню сам. Ну, он покушал, потом сел, Миша слез покушал. Мария Пантелеевна пекла очень хороший хлеб. Приносила, значит, вот такой каравай. Машина такая. Большое, страшное. Ну, хлеб мне пекла, отдыхаюсь, я скажу, какой. На семью хватало каравай? Кто? Конечно. У меня один пекла, семь, восемь. У меня две печки русских. И никогда он не черствел. Вот это нам с мужем недели на две хватало. Именно я прихожу, говорю, Мария Пантелеевна, как вы печете? А Сергей Андреевич приносил мне на работу. Доволен такой, говорит, ну, накормил племянницу. Будет теперь с хлебом на две недели. Так что очень вкусный был хлеб. Работать приходилось нам много. Ну, вспоминая так вот, как мы работали с Михаилом Сергеевичем, и сейчас вот, что мы большой труд несли. Это, знаете, все-таки мы и по возрасту были небольшие. Мише было 17, мне было 19 лет. Вот, и уборка закончилась. Мы намолотили цепом двух комбайнов 19 тысяч 800 центров. Родина, конечно, хорошо отметила нас труд. Наградила она отцов наших орденами Ленина, а нас с Мишей орденами Трудового Красного Знамени. И когда эти ордена мы получали в городе Ставрополь, мы к этому времени нам выдали деньги и вручили ордена нам в городе Ставрополь. Ну, мы после пошли с Мишей, знаете, ну, во что-то надо было одеться, потому что мы без костюмов, рубашки у нас такие были плохенькие, а костюмов совсем не было. Это был месяц июнь, начало июня еще прохладно было. Ну, после вручения наград мы зашли в магазин, очередь была большая, Нас горожане пропустили без очереди, чтобы мы взяли костюмы. Мы с Мишей были очень рады за эту покупку. Вот это, можно сказать, это первые костюмы нашей жизни были. Ну, это запомнилось, конечно, на всю жизнь. Я думаю, и Миша помнит эту награду свою первую, хотя у него сейчас много наград, это награда, действительно, за пыль, за полову, а главное, за хлеб. Главное за хлеб. Хлеб бывает разный, только легким хлеб никогда не бывает. Для меня судьба трудового народа, то, что как он живет, как он себя чувствует, это не просто красный славца, так сказать. Вот оказался на политической работе, так вот, для того, чтобы понравился, так сказать, спрашивает то, сего, другое. Нет, я это все прошел и знаю. Ну, что со мной стало, что я начал с 13 лет работать периодически, а с 15 лет я уже работал 5 лет, потом 6 лет на комбайне и так далее, и пошло, и пошло. Ну, ничего, жив же остался, все нормально. Но получил я такую закалку от механизаторов своих первых, которые, вот я с ними и как встречаюсь, то есть они всегда уходят. Это еще те механизаторы, ровесники моего отца. Знаете, я им благодарен. Благодарен, на всю жизнь благодарен. Первую закалку они дали для моей жизни. Так вспоминал о своем детстве и юности Михаил Сергеевич на встрече с земляками. Ныне, так же, как и много лет назад, до чего ж глазастые подсолнухи и бугры стоят, раздолье вокруг, Ставрополье. Так и лежит до сих пор через поля эти дорога в школу, в райцентр, в Красногвардейку. Нина Дмитриевна Гончарова в те годы первая секретарь райкома комсомола. Она вручала школьнику Миша Горбачеву комсомольские билеты. Ну, приняли, вручили комсомольские билеты. Он, конечно, и здесь был, как-то выделялся как организатор среди вот школьников. То конкурс придумают, то еще что-то придет с предложением на бюро райкома комсомола. Давайте это проводим, давайте то проведем. В школьной постановке Снегурочка персонажи были больше похожи скорее на казаков. Ведь на костюмы пошло то, что было у родителей. А у сыниша сделал себе сам. Он очень принципиальный был. Если что-то задумал, значит, он доведет это до конца. Он очень принципиальный был парень. Он заводила, свой душа парень был. Много дорог открылась в жизни тогда от этого порога. Каждый шаг, каждое решение это был прыжок в неведомое. Но отец Михаила был непреклонен. Поедешь учиться в Москву. Поедешь учиться. Так я ж боюсь. Ну, она ж на чего, после войны ничего нет. Ну, шо вы думаете? Говорит, все продам, все продам. А тебе буду учить. Ну, тогда он поехал. Поехал, поехал сам. Вот какой, все же у Москвы никогда не был. Он дал ему 700 рублей. Он поехал. Поехал, проезжая, говорит, а он кончил без экзамен. Говорит, лучше вот так сидеть, говорит, вот такие вопросы за вопросом. На любое без стеснения. А их не там, говорит, же начальник. Они, 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 говорит, подходят мне. О, колхозничек. Однокашники, бывшие студенты юридического факультета МГУ выпуска 1955 года. Говорит Рудольф Георгиевич Колчанов. Каждый вечер вы сами можете представить компанию в 16 человек. Без споров не обойтись. Спорили о чем угодно. От самых сложных проблем теоретических из основ марксизма и ленизма и кончая чем угодно. Спортивными темами, кино, обсуждали все, что угодно. Спорили, это действительно точный термин. Не дискутировали, спорили, горячо, азартно. И что мне кажется было очень любопытно во всем этом споре, Миша спорил тоже с эмоциями, но без запальчивости. Он умел слушать. И любопытно, когда спор разгорался, он вдруг умолкал, слушал, слушал, и вдруг вставлял одну-две фразы, которые очень точно улавливали или выхватывали суть этого спора. И причем с какой-то очень неожиданной стороны. Они как-то сразу спорщиков стали в особое положение, недоуменное иногда, а иногда в странное положение. Они смотрели друг на друга и говорили, или молча говорили друг другу, о чем же мы спорим? Ведь действительно все ясно. Или мы спорим не с той позиции, не с той точки зрения. Так он умел точно и четко проникать в смысл ситуации и позиции. Ему может быть не срочно. Бывшие студенты юридического факультета МГУ вспоминает Владимир Федорович Кузьмин. Миша, почему? Потому что он как-то все-таки тяготел больше к нам. Хоть и был моложе на 6 лет меня. Да, вы же все фронтовики были. Да, а он все-таки прошел какую-то рабочую школу. Это уже не мальчик со школьной скамьи. Уже взрослый человек, уже знает, что такое деньги, как они достаются. И вот он как-то тяготел к нам. Я помню, вышла работа, новейшая работа, написанная Сталином. Кажется, называлась она так «Экономические проблемы социализма». И политэконом пришел и Явов открыл эту работу и вот читает нам сплошь, подряд. Одну фразу, вторую. Вдруг к нему поступает записка. Читать мы и сами умеем, слава богу, студенты. Он остановился. Кто это написал? Я испугался, староста курса, как бы меня не наказали. Встает наш дорогой Миша и говорит «Я». Михаил Сергеевич. Я думаю, ну попался, Мишка, все. Выгонят. Ну нет, на перерыве взяли, позвали в деканат, вернулся. Ну что, да ничего, сказали, что в общем-то невежливо, в общем-то прав. В те же годы на философском факультете МГУ училась миловидная, жизнерадостная Раиса Титаренко. На четвертом курсе он женился на Раисе Максимовне, для нас она, очевидно, тоже останется Раисой. И вот хлебосольство Мишина было усилено, так сказать, хлебосольством Раисы. Мы жили в соседних комнатах и пройти невозможно было, если она получила из дома варенье или сама его сварила, пирожки какие-то, сделала блины, что бы ни было, это всегда двери были гостеприимно открыты для каждого сокурсника, для каждого, кто проходил мимо. И от чая, от пирогов, от чего-то, просто отказаться. А позже Михаил Сергеевич скажет, я благодарен Московскому университету. Это были неповторимые годы, без которых просто невозможно представить, как сложилась бы моя дальнейшая судьба. Я сегодня не такой, как вчера, свежий ветер мои крылья поднял, кожу старую взрывая на швах, новой кожей я все небо обнял, свежий ветер он не зря прилетал, пыль стряхнул и распахнул мне окно. Я давно о свежем ветре мечтал, свежий ветер мы с тобой заодно. Полем, 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 свежий ветер пролетел, поле, свежий ветер я давно его хотел. Полем, 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 свежий ветер пролетал, поле, свежий ветер я давно о нем мечтал. Расскажу ему, как было со мной Как лечили от свободы меня Как хотели, чтобы был я слепой У слепого так легко все отнять Как хотели за меня все решать В чем ходить, где жить и чем мне дышать Как хотели запретить мне мечтать Но теперь меня уже не удержать Полем, 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 свежий ветер полетел Можно это запрещать вертолёт? Конечно, мы будем нужны Ну, надо хлеб съесть Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Ну я очень рад, что все-таки хоть к ночи, но добрался 12 лет уже как бы уехали Да и уже в последнее время сколько? Года 3-4 уже нет Конечно, встречаем своих Мучата растут, кормить их надо Вот девочки встречаете, сколько тебе лет? 15, это же почти тогда она родилась Чуть за 2 года до отъезда Уже поколение целое выросло А своих смотришь, думаешь Ээээ, значит и мы такие, меняю Да, целое поколение выросло с тех пор Когда последний раз Михаил Сергеевич Встречался со своими юными земляками Пройдёт немногим более 10 лет И именно эти юноши и девушки Будут воплощать в жизнь то Что во всём мире будет названо Звонким словом Перестройка Узнаёте? Вера Ананченко Сама жизнь, так сказать, высказалась За ученические бригады Вот почему мы так довольны Что вы любите трудиться В ученических бригадах на колхозных полях Потому что растить смену Это не просто ей читать нотации Будьте такими, идите туда А туда не ходите, нет Это значит, что надо Подрастающую смену включать активно И в сферу государственного управления И общественные дела И самое главное Включать трудовой процесс Со своими отцами, братьями, сёстрами Ну вот из них уже по 10 тысяч сантиметров По 6, по 7 тысяч намолотили ребят Кто намолотил? Вместе 10 тысяч водоросов намолотил Где Виктор? Виктор 10 тысяч? 10 тысяч намолотил А из девушек кто на комбайнерах? Она и на К-700 работала всего часа Ну, такая маленькая для таком большом тракторе Да А на комбайнер за штурвалом было? Конечно Это всё точно, можно проверить Пожалуйста Давай Пойдём Давай Давай Покажи мне, рычаги Где что включается? Пока не включай Вот. Это движение. Вот это, да? Это скорость. Нейтральная. Вперёд. Это первая передача. Назад. Взадий ход. Право. Да, сразу. Вперёд. Третий. Назад. Вторая скорость. За молотилкой где включается? Вот за молотилка. Это же не включается. Ну, там стоят в институте. А молотилка отдельно включается? Все вместе. Все вместе. Только у меня. Нейтрал в рекорде поднять ветер, опустить. Вот, да. Вверх поднял. А двигаться можно без включенной молотилки? Можно. Ну, давай потихоньку двигайся. Ну, хватит, наверное. Да. Я с автомобилем работал магазином. Ты первый раз работал в этом? Да. С кем работал? Я. С отцом? Нет. В молодом я с магазинцов работал. Я с автомобилем работала, как и все. Да. А в этом могу работать. С комбайнером? Да. Как фамилия? Как он? А зовут? Миска. Молодой товарищ. В комсомоле? Сомол. Ну, довольна работа? Конечно. Молодцы. Сколько же вы намолотили? Шесть. Шесть тысяч. Ну, молодец. Я тебя поздравляю. Я вообще даже не ожидала, что через столько лет я могу такое произойти, встретиться, увидеть этот фильм вообще. Все заново, как говорится, побывать 12 лет тому назад. Даже, если честно сказать, всегда, как увижу его, всегда вспоминает фрагмент, что я его катала. Я всегда говорю детям, и всем говорю, я катала Горбачева на комбайне. Кто верит, кто не верит, говорит, ой, да не может быть. Я говорю, серьезно, катала, я говорю, на Кубани, я говорю, в 78-м году на комбайне. Вера, а если бы ты сейчас снова встретилась с Михаилом Сергеевичем? Ну, во-первых бы, как говорится, напомнила бы ему и предложила бы еще раз прокатиться. Трудно сейчас ему, трудно. Конечно, трудно. Но хотела бы, как говорится, пожелать ему, во-первых, здоровья, счастья и так держать. Заседание Верховного Совета СССР, на котором обсуждается вопрос о предоставлении президенту дополнительных полномочий. Что же происходит вообще? А происходит то, что с одной стороны, со всех экранов, во всех газетах, и со стороны просвещенных, и непросвещенных, малопросвещенных, и сторонников, и противников, все сейчас сошлись на том, что нужно более эффективное функционирование власти, и особенно исполнительной власти. Это совершенно ясно. Это совершенно ясно. И то, что это еще не происходит, это вызывает у всех огорчение, и вызывает много критики и предложений на этот счет. Правильно? Правильно, как сказать. Надо менять? Надо менять. Подошли к тому, что надо менять. Теперь партизируется это. Тогда в чем дело? Нет, оказывается, не для того менять все это, и не для того решать эти вопросы, чтобы жизнь начала действительно меняться, и чтобы власть оказывала позитивное воздействие в лучшую сторону на то, что рассчитывает народ, а для того, чтобы продолжать политические спекуляции по этим вопросам. Вот о чем идет вопрос. И надо назвать вещи своими нами. Остановиться надо. Я бы не доводил до того, что сейчас, так сказать, вот на основе этих своих высказываний, значит, призвать тому, а ну давайте, а ту. Нет? Вот я всегда и вас приглашаю быть твердыми, когда надо, решительными и принимать решения, но не поддаваться, знаете, этим примитивным страстям. И идти в русли перемен, перестройки. Особенно сейчас нам нельзя драку затеять. Я все время к этому, когда мы вышли на решение таких грандиозных задач, и люди правильно обращают внимание, их больше всего беспокоило бы или провалить власти, или драка в это время. Это первое время чумы. Поэтому я прошу принять это решение. И я вас уверяю в том, что оно будет использовано, это решение, и эти делегирования полномочий с должной ответственностью. Потому что, я думаю, в результате этого еще больше ответственности прибавляется. Теперь спрашивает товарищ Собчак. Они ведь хотят все время, в пятницу допрашивал, допрашивали. Почему? Почему президент не использует? Почему не действует? Кто-то может считать действие неправильным, действие президента. Ну, позвольте уж президенту, который избрали в этой министр страны, тоже иметь свое собственное мнение, а не быть марионеткой. В пределах своей компетенции определенной конституции я беру на себя ответственность и отстаиваю. И слышу. Довольных, недовольных. Это я все слышу, все голоса. Но я имею свою собственную голову, свое понимание. И пока я президент буду исходить из этого, выслушаем вместе с тем мнение всех и вся. И я думаю, в этом вы упрекнуть меня не можете. Прошу принять. Виктор Астафьев. Крупнейший русский писатель. Я до сих пор отношусь с глубоким почтением к Михаилу Сергеевичу. Мне, значит, довелось с ним разговаривать с глазу на глаз, полтора часа. Я высказал за полтора часа больше гораздо, чем мог бы здесь сказать. Все-таки, как я вырос в крестьянской семье, рос в городе ссыльных спецпереселенцев, так сказать. Был в фазеон, на фронте. Возьму на себя смелость сказать, что все-таки работаю в литературе 40 лет, живу в основном в деревне, что я все-таки эту жизнь народа немножко знаю. Оказалось, что он тоже, в общем, ее знает довольно хорошо. Но в тот период у него присутствовало какое-то все-таки в поведении его и в сиюминутном ощущении момента какое-то чувство эйфории. Изменения в его характере и в поведении произошли очень значительные, обнадеживающие. И если он сумеет себе найти каких-то помощников, значит, совестливых людей, таких же, повторяю, совестливых, как он, я повторяю еще раз, что с глубоким почтением отношусь к этому человеку. Мне не раз уже пришлось страдать за то, что я его защищал. Я и буду его защищать до конца, потому что я не вижу кого-либо рядом другого, кто бы мог заменить. Более того, я уверен, что если только Михаил Сергеевич увидит человека, который способен сейчас спасти Россию, и станет таким богом или мессией, и убедит его в том, что он в один день, в месяц или в год изменит все это, и хорошо его заменит, он ему спокойно отдаст власть, естественно, и отдаст. Я уверен, что этот человек на это способен. Но, тем не менее, сейчас вот есть эта тонкость, ее надо вылавливать, что кое-кто вообще поворачивает совсем не туда, что чуть ли не усиление власти, а я должен сказать, нам предстоят и крутые вещи, и шаги, потому что мы не сделаем это экономически, политически, в правом порядке, надо будет и ударить кое-кого. Ну, это все, вот есть власть, значит, все остальное это без власти. Правильно сказал, что будет власть, будет доверие. А вот без власти уже теряет, подрывает окончательно доверие. Я думаю, что вот то, что мы с вами, значит, на улице, где угодно, можем говорить даже о политике, о чем мы не смели. Я, например, работавший в газете долго, ну, я был рабочим, потом газетчиком, вот, ваш покорный слуга, значит, литератор уже 40 с лишним лет. То, что мы не смели рта открыть, это все-таки не только наше, но и его заслуга, извините меня так, и тех людей, которые смогли это осуществить. Я все-таки езжу по Европе немножко, и в Америке бывал, и в Японии, и в Китае. Вот. Авторитет Михаила Сергеевича в мире очень огромен, и не со знаком минуса, а со знаком плюс. Надо государству гордиться тем политиком, дипломатом и государственным деятелем, который не позорит его, а который все-таки прибавляет чувство достоинства и государству, и нам, но не только себе, как у нас истолковывается. Вы знаете, наш народ настолько разобщен, настолько гражданский тонус его низок, вот, настолько он забит был, вот, какое-то такое состояние, что он сам сейчас не может понять, что такое хорошо и что такое плохо. Они все спорят, газеты рвут друг у друга, смотрят телевизор, кто чего поймет, то чего нет. Я, во всяком случае, в данном случае не солидарен со своим большинством или меньшинством, я не знаю, кто это так считает. Я считаю, что влияние, значит, на политику и польза от деятельности внешнеполитической Михаила Сергеевича на нас положительная, и я только ее приветствую. А пустые прилавки? Ну, пустые прилавки без него были бы еще пуще. Вы думаете? Да. Ну, а прибрежнее все было? Ну, прибрежнее мы им пропили все. Мы только во внешневалютном исполнении, по-моему, от нефти пропили 176 миллиардов долларов. Заказали за границей так, что на это не только можно было построить все дороги в России, но еще и золотые каемки им сделать. Так что мы жили тогда, гуляли хорошо, жили славно, все банкеты, значит, справляли. Но вот жили в счет моих внуков, в счет ваших детей, так сказать. Мы грабили, мы сейчас в какой-то мере, срубая леса, качая нефть, мы тоже продолжаем, в общем-то, в какой-то мере, не сдержанно продолжаем все это делать. Горе моему, Господи. Вы все-таки считаете, что надеется лучше? Ну, а как же без надежды жить? Как говорят крестьяне, умирать собирайся, а хлеб сей. И еще та же поговорка, рать кормится, а мир женет. Понимаете? Я бы мог десятки вам такие пословицы назвать. Что же делать? Ну, что ж сегодня выходить, качать, давай все будем помирать, бей, грабь, да? Было у нас уже, ничего не получилось. Вот мы стоим, результаты этого. Результаты этого не только, это результат начат и в 17-м году, от вседозволенности. Так что я хотел бы все-таки мира и труда. Вот уже несколько десятилетий живет в мире свободная Европа. Но никогда люди не возлагали столько надежд на будущее, как сегодня. И главную заслугу народы всех стран континента видят в деятельности первого советского президента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтоб войны не было. И если будет война, Сережка, то уже все знай. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Отец на войну уходил и купил ему балалайку. Может, сынок, я навернусь, это тебе память. И вон там выжах на этой балалайке написано. И отдала пацану там. Вот не надо, она до сих пор была целой. Теперь у него такая балалайка, что пока помрете. А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, дай Бог ему здоровья. А куда ж денешься? Он каждую угоду с улицы, а не едет. Нет времени. А вы ждете? А то. А я жду до давления, до 200. Родина и мать неразделимы. Самым дорогим, что есть у человека, жизнью, мы обязаны матери. Все лучшее, что есть у нас, мы должны отдать ради будущего нашей Родины. 30 декабря. Последнее воскресенье уходящего 1990 года. То, что обычно остается за кадром. Группа центрального телевидения перед съемками президента. Михаил Сергеевич готовится выступить с новогодним обращением к народам Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Завершился 1990 год, а с ним и восьми... Десят лет. Просто продолжаем. Но мы оставим вот эту часть. Да, мы проживаем, провожаем. Слушая новогодние обращения президента, вспомнились слова Виктора Астафьева, сказанные им также в канун Нового года. Вы стоять, выпрямиться, как тот лес, та могучая тайга под ураганами и бурями, выпрямиться и выстоять во имя будущего нашего детей и во имя сохранения того прекрасного, что накопили на земле ее редкие, мудрые страдальцы, эти вечные, отважные странники, так на одиноком челне и продолжающие до сих пор бесстрашно плыть по бурному морю жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ